здравствуйте рада всех снова приветствовать сегодня у нас тема лес мы нарисуем осенний лес во всех его красках красивых и выполнять мы сегодня будем пастелью масляной мы уже много уроков прошли выполняли сухой пастелью масляной пастелью чередовали вот и само это направление называется векторно-стоковая графика поэтому посмотрите что сегодня мы будем делать надеюсь со всеми заданиями вы пытались справиться и у вас получалось посмотрите сейчас что мы будем выполнять наша пастель масляная еще раз говорю да это не сухая пастель тоже она мелками вот такими кругленькими и она ложится скажем так кусочками не плотно у нее не плотное заполнение но если сильно постараться можно закрасить и очень плотно здесь в этом задании мы сейчас самое главное выполним построение а цветовую палитру вы разберете самостоятельно и сами попробуйте это все закрасить одно условие обязательно нужно плотно закрашивать если вы прошлись и остались какие-то пробелы большие их обязательно нужно пройтись еще раз закрасить ну что начнем с построения карандашик в руки и большая просьба разделить сразу пополам только пополам не по вертикали по горизонтали мы с вами делим дальше что мы делаем у нас три дерева посередине рисуем вот такие вот эти как мороженое напоминает да только не овальная на палочке а заостренными закругленными вернее краями вот нарисуйте вот таких вот три дерева и внизу просто рисуем прямоугольнички следующее действие это вторые деревья после красных таких бордово-бордово-красных мы рисуем оранжевые деревья ну они над нашими красными чуть чуть выше линии середины мы рисуем вот так вот волнистые такие линии сильно волнистый не надо делать рядом следующее дерево над другим еще одно дерево смотрите на вот сюда можно вот так наверно и и между этими деревьями еще есть деревья вот они золотистые это оттенки оранжевого тоже только есть более насыщенные яркие есть по бледнее у себя в пастели пожалуйста рассмотрите и найдите вот одно дерево между ними еще второе и по краям мы половину дерева скажем так не видим потому что оно уходит у нас за пределы и между этими деревьями еще деревья линии волнистые очень простые а здесь у меня наверху уже кружочек и еще кружочек это наше солнце можете делать можете не делать если кто-то хочет но без солнца как-то совсем плохо солнышко нужно если кто-то хочет то может сделать облака они тоже будут по принципу прямая линия и возвышенности можно указать векторно-стоковая графика это все с помощью простых линий теперь у нас есть еще как вы видите стволы мы их вот здесь просто добавляем вот такими палочками и здесь и тут добавляем все ничего сложного а дальше мы уже ничего не видим мы видим только верхушки это как вид сверху здесь как бы передний план а дальше уже идет вид сверху что мы делаем мы вот как вы видите да обозначение что ствол и веточки это делается в последний момент все абсолютно вот после того как вы закрасить и передний план деревья второй план третий план и четвертый план цветовая палитра красный оранжевый светло оранжевый желтый закрасить и основание земля тут много цветов и желтый и оранжевый и красный есть небо солнце облака вы прорисуете потом коричневым цветом стволы и укажите вот эти вот веточки просто сверху по закрашенным деревьям это обязательно чтобы было ощущение что это не просто пятна цветовые какие-то а именно деревья думаю это не сложно внимательно смотрите красить вот эту линию мы с вами удаляем чтоб она нам не мешала ее здесь не должно быть вот а вот если еще кто-то присмотрелся на верхушках наших деревьев есть обводка это тоже можете сделать на красном бордовым на оранжевом красным цветом на светло оранжевым тепло оранжевым цветом чтобы например если здесь светлый тон оранжевого значит взять верхушку потемнее если здесь желтый цвет значит к нему прибавите верхушечку оформить слегка оранжевым и все работа очень простая я надеюсь вы с ней справитесь желаю вам удачи рисуйте ничего не бойтесь всего доброго до скорых встреч